Мы продолжаем путешествовать в страну любви. Я приветствую людей, желающих насладиться в полной мере любовью. Мы говорили и наполнялись любовью с самого детства, с самых первых наших осмысленных шагов. Мы наполнялись любовью к близким, мы наполнялись любовью к природе, мы наполнялись любовью к животным, к растениям. А сейчас я предлагаю вам наполниться любовью к музыке. Если попытаться вспомнить, с какого периода времени детства вы нечто услышали, что вам очень сильно понравилось. Я помню виниловые пластинки, и мои родители, купив радиолу, проигрыватель, покупали мне пластинки, и я их слушала. Это были пластинки, гибкие и плотные, виниловые. Там были песни на разных языках, разные мелодии. И это было счастье слушать музыку. Конечно же, вы не только музыку могли слушать. А я еще слушала сказки. Я эти сказки слушала десятки раз. Я вслушивалась в интонацию, потому что их озвучивали дикторы. И я слушала музыку, вслушиваясь и волнуясь в сопровождении самого рассказа. И это, конечно, наполняло мою душу, точно так же, как и вашу душу, эмоциями, переживаниями, впечатлениями. А это снова-таки является тем строительным материалом, если так вот сказать технически. А если тонко выразиться, то вот такими тонкими капиллярами, можно сказать, как пушинки у распустившегося одуванчика. Тысячи пушинок. И каждый из них наполнен определенными чувствами. И желанием какой-то музыкальной красоты. В данном случае мы говорим о музыке. Какой-то выбора своего. Какая музыка нравится мне. Какая музыка нравится вам. Какая музыка нравится другому человеку. И вы как будто бы видите рядом с собой человека, наполненного музыкой. Музыку, которую мы слушаем. Мы наполняемся ей. Мы наполняемся звуками. Определенным диапазоном, ритмом, тембром. Я заметила, и вы, скорее всего, тоже, что люди, которые не хотят слушать вашу музыку, вам не о чем с ними говорить. Вам не захочется с ними иметь дело. На длительный период. Вы посчитайте, что этот человек, с которым вы не захотите иметь ничего общего. Поэтому музыка, которую мы слушаем, характеризует нас очень ярко. Характеризует наполнение нашей души. Говоря о музыкальном образовании, хочу сказать, что это очень важно, чтобы ребенок умел играть на каком-либо инструменте. Однажды в четвертом классе в нашу школу пришла девушка, которая исполнила песни на бандуре. И мне так понравился этот инструмент, что я на крыльях прилетела домой и сказала папе и маме, «Я хочу учиться играть на бандуре». И вот я пошла, будучи в четвертом классе, пошла в музыкальную школу. Это было недалеко от нашего дома, ну где-то полутора километров. И начала разузнавать, когда экзамены, как можно поступить на класс бандуры. И как-то вот взрослые удивлялись, почему без родителей девушка пришла, девочка. Я узнала, когда экзамены, пришла домой, подготовилась. Там нужно было спеть песню. И я пришла. Инденсионная комиссия была из нескольких человек, может, человек пять было, может, больше немножко. И я спела песню, они так удивились. Взрослые песни пела. И спросили, «Ты действительно хочешь учиться играть на бандуре?» Я говорю, «Очень хочу». И они сказали, «Да, хорошо. Мы тебя принимаем в музыкальную школу». И я была очень счастлива. В музыкальной школе преподавался класс фортепиано и музыкальная литература. Кроме того, был ансамбль. И вообще-то это занимало, как некое... Оказалось, что это занимало очень много времени. Потому что, казалось, кроме бандуры, надо было еще учиться играть на фортепиано. Надо было ходить на сальфеджио и на музыкальную литературу. Но это было действительно музыкальное образование. Кроме того, мы еще ездили от Сан-Самбля, мы выступали на какие-то праздники. Музыкальная литература. Гайд, Моцарт, Шуберт, Бах, Бетховер. Мы должны были изучить биографии этих великих композиторов, рассказать эти биографии, слушать музыку. Я помню, как учительница ставила пластинку Баха или Бетховена, закрывала глаза и слушала музыку. Она нам не рассказывала, как нужно слушать музыку. Она просто закрывала глаза и, кажется, растворялась в этой музыке. Я думаю, она очень любила музыку. И все учителя очень любили музыку. Это было для меня совершенно другое общество людей, которые только любили музыку, играли, наслаждались этими динами-мелодиями. И вот тогда я наполнялась любовью к музыке. Я тогда начинала понимать, что такое классическая музыка. И сейчас, осознавая эту любовь, я думаю, что она тоже заняла какое-то место в моей душе. Она создала какие-то предпосылки к тому, чтобы я изучала дальше музыку. Мне в основном нравилась диско-музыка, мелодийная музыка, народная музыка. Мне тогда начинала нравиться народная музыка всех стран, всех народов. Я начинала что-то думать и извлекать какие-то ноты, какие-то звуки, которые мне были известны ранее. И вот такое образование музыкальное, я считаю, что очень важно для гармоничного развития человека. Мы любим музыку. Все любят музыку. Музыка бывает разного качества. И музыка по-разному влияет на наше тело. Звуки, которые идут извне, особенным образом формируют все процессы, которые произдекают в организме. От этих процессов зависит наше здоровье. Наше самочувствие, наше настроение. Если это классическая музыка, то это благотворно влияет. Я сейчас вспоминаю, что, прочитав о благотворном влиянии классической музыки, я когда ходила в положение за своим сыном, я слушала только классическую музыку. Потому что я желала самого лучшего здоровья своему сыну. Узнав о том, что от классической музыки особенным образом структуризируется даже кровь в организме. И все продукты наполняются структурой, правильно. Я включала классическую музыку Баха, Бетховена. Когда, родив сына, он бодрствовал, и когда он не спал, я вручала для него эту музыку. Когда я кормила сына, я кормила его в тишине. Да, ребенок был чудесный. Он и есть чудесный. Я хочу сказать, что этот мой опыт может кому-то пригодиться. И, может быть, и вы будете использовать классическую музыку для гармонизации себя, отношений в будущем. Потому что, имея гармонию в душе, мы несем гармонию в отношениях, мы несем здоровье, мы несем умиротворение и любовь. Давайте будем наполняться прекрасной музыкой, доброй и сегодняшних особенных есть авторы, которые несут прекрасную музыку к своей душе и дарят ее нам. Итак, перейдя на уровень любви к музыке, я заканчиваю эту часть наших занятий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok